Сотрудники полиции совместно с представителями Республиканского Роспотребнадзора продолжают рейды по выявлению продажи спиртосодержащих жидкостей, реализация которых запрещена главным санитарным врачом России. Сюжет об одном из таких рейдов подготовили наши коллеги из пресс-службы МВД по Чувашии. С 26 декабря 2016 года на территории Российской Федерации введено ограничение на продажу спиртосодержащей продукции. Несмотря на ограничения, действующие на территории всей страны, ряд чувашских предпринимателей в погоне за прибылью продолжают реализацию ограниченной в продаже продукции. В ходе очередного рейда, проведенного в начале января на одном из столичных рынков, была выявлена реализация лосьона для лица, которая в данный момент времени запрещена. Но тем не менее ограничения же существуют. Да, да. Не убрала просто, потому что некогда было. Предприниматели утверждают, что их продукция качественная и никакой опасности в себе не несет. Однако, она должна применяться исключительно по назначению. Во всех лосьонах содержится нечистый этиловый спирт. Он имеет обязательно какие-то примеси. А эти примеси могут быть самые-самые разнообразные. Я уже не говорю о метиловом спирте, который очень часто в технических жидкостях бывает. Понятно, что там даже интенсивные реанимационные мероприятия, начатые своевременно, могут закончиться летально. Чтобы избежать случаев массового отравления, сотрудники полиции проводили соответствующую работу, в результате которой выявили 167 фактов нарушений требований законодательства при реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. С момента выхода данного постановления, нами по обращению граждан были выявлены и изъято более 680 литров данной спиртосодержащей продукции. Ряд предпринимателей прекратил реализацию, но кто-то продолжает, в том числе и из домашних хозяйств, кто-то с разъездами на своих автомобилях. Такие факты мы выявляем, фиксируем данную продукцию и изымаем. Обращаясь к жителям Чувашской республики, хочется напомнить, что прежде чем выпить содержимое сомнительного бутылька, стоит тысячу раз подумать. Отравление у нас по республике в целом, не столько, сколько и фанфориками, и всеми взятыми, у нас было 20 случаев отравлений за праздники, алкоголь, содержащий продукции. Дабы не нарваться на штрафы и не стать фигурантами административных производств, предпринимателям лучше убрать с прилавков своих торговых точек спиртосодержащую продукцию косметического назначения с содержанием этилового спирта более 25%. Продолжение следует...